Переходим к другим новостям. Уже в следующий понедельник, 23 мая, партия «Единая Россия» откроет процедуру электронного предварительного голосования в рамках выборов депутатов Городской Думы. Напомним, что новый состав муниципального парламента горожанам предстоит определить 11 сентября. Минувшую среду вопрос о формировании списка кандидатов рассмотрело региональное деление партии. Было отмечено, что любой, кто хочет стать выборщиком, должен до 27 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. Авторизация и подтверждение личности осуществляется через портал госуслуги. Это позволяет исключить возможность двойного голосования, а кроме того, голосование не по месту регистрации гражданина. Что касается самих выборов, то от «Единой России» на праймерис выдвинуто 145 человек. Это действующие депутаты, это люди, которые составили себе имя в профессиональной сфере. Много людей, которых я знаю по сфере образования, здравоохранения, предположим. Это молодежь, это представители общественных организаций, в том числе люди довольно такого зрелого возраста. Это члены партии «Единой России». Много беспартийных, которые захотели участвовать в предварительном голосовании и собрали необходимый пакет документов, кстати, не такой уж сложный. Добавим, что главная задача праймерис – отобрать самых эффективных кандидатов с активной жизненной позицией. Готовых заниматься законотворчеством и разработкой новых проектов. Для партии важно еще до начала реальной избирательной кампании увидеть, какой вес и поддержку имеют кандидаты в обществе. А для избирателей праймерис дает возможность повлиять на то, кто станет кандидатом от «Единой России» на выборах. Продолжение следует...